Райдер, райдер, я пролетаю над озером и вижу здесь очень много сюрпризов! Всем привет, ребята! Вы на канале Парашютик Шоу и смотрите сколько у нас цветных пакетиков и там наши щенки! Начнем с первого пакетика, распакуем и посмотрим, что у нас внутри. Ух ты, смотрите, это Рокки на таком вот водяном круге. Ой, Рокки утонул! Но не беда, смотрите, какой у нас есть Рокки заводной! Это необычное озеро, это озеро, которое каждый месяц делает себе сюрпризы. Да, это озеро обновляется. Оно обновляется. И еще к тому же у нас есть вот такой вот Рокки со щипцами, но он не только в таком экземпляре, а еще и вот такой сидячий и маленький. И маленький сидячий, с такой лапкой. Это от Ола у нас набора. Да, у нас есть такой вот большой набор, это мы покажем в следующем ролике. И там вот маленький такой Рокки. Следующий пакетик будем открывать. Смотрите, Маршал! Маршал у нас на очереди. Посмотрим. Вот, смотрите, какая милашка! А ну-ка посмотрим, сможет он плыть? О, нет, не смог. Но вот этот Маршал, думаю, получше справится с задачей. Ой, да, я играл с ним, и он так хорошо пыльет. А ну-ка, Маршал, покажи, как... Лывет на спине. Да, отлично. Смотрите, вот у нас есть вот такой вот сидячий Маршал и большая копия. Смотрите, какие малютки. Ну и к тому же очень крутой Маршал, такой вот летний, у которого просто супер мощная пушка. И они могут тушить любой пожар, даже супер-присильный пожар. Конечно. Так, ну что, приступим к следующему щенку. Это Зума! Зума! Давайте я его вам покажу. Там есть такой значок, только он так... Размазанный немного. А вот такой вот у нас Зума большой. А ну-ка, этот будет плавать или нет? Зума плавун. Да. К сожалению, эти щенки, они очень легкие такие, и они не предназначены, чтобы плавать. Но у нас еще есть надувные, надувные вот такие щенки. Они отбирают воды и могут брызгаться. Вот так вот. И сейчас пару раз попробуем, и все получится. Надо долго набирать. Да, а есть еще у нас вот такой вот Зума, смотрите. Ну, не будет. Ой! Зума воды не боится, он у нас отважный. Смотрите, какая у него модная кепка. И у нас есть вот такая маленькая. Вот и Рокки очень боится воды, да? Да, Рокки не сильно любит воду, а Зума другое дело. Рокки не любит воду. Да. Ой, я так не люблю воду. О, я делаю воду. А сейчас мы распакуем кого. Подскажите-ка мне. Это же Ай, Скай. Это Скай. Смотрите, какая милая. Скай, какой у нее милый хвостик. Она такая хорошенькая, как будто на мягкой подушечке сидит. А вот так вот выглядит Скай у нас заводная. Она гребет, ребята, за счет хвостика. Смотрите, какая ловкая. Да, Скай прям не догнать. А вот так выглядит маленькая Скай и ее копья сидят. Но только он может на ней догнать. Это у него самая быстрая лодка. Он даже может ее обогнать. Лодка моторная, надувная. Да, моторная. А вот это Скай с парашютиком, которая приветствовала вас в начале ролика в такой классной бейсболке. Всем привет, вы на канале Парашютик Шоу. Парашютик Шоу, приземляйся к нам. А это кто у нас? Это же милый Крепык. Крепык. Давай, рассматривай, Крепыша. Какой же он миленький. Ой, какой хороший, как будто пупсик. Как будто маленький щенок. Такой хорошенький. Так, Крепыш, покажи, как ты гребешь. Ой, что случилось с Крепышом? Завис, завис, Крепыш. Давай, давай. Крепыш, Крепыш, знаете, Крепыш у нас любитель косточек. Посмотрите, какой у нас пухляш. Да, ему надо побольше косточек, чтобы у него силы появились грести. Ну да. И вот, смотрите, вот так вот маленький Крепыш выглядит и побольше. Ой, это невероятно. Как же он смог упасть? Он решил искупаться. Да, хотя Рокки на самом деле не любит воду. А у Крепыша, смотрите, какой ковш классный. Он может даже водичку набрать. Вот так в ковш, как маленькая ложечка чайная. Можно даже сахара набрать и в чай положить. Да, добавить немножко сладости. Ой, да, настоящий чай. А это у нас Гонщик, самый серьезный, номер один правая рука Райдера. Однако, ребята, серьезная должность у Гонщика. И он когда-то был самый главный, когда они спасали Райдера. Теперь Рокки опять плавает. Я с него воду спустил. О, смотрите, Райдера. Гонщик, Гонщик. Да, Гонщик попуешь. Гонщик, очень мало косточек получается. Да, вот смотрите, Гонщик тоже очень милый песик. Такой молодец. И вот так вот выглядит Гонщик с рупором. В такой модной кепке. Что там, Крепыш тоже хочет поприветствовать Гонщика. Вот такие вот, видите, фигурки симпатичные. Они двигаются вот так, могут даже подвигаться. В разные стороны, конечно. И там специальный такой компьютер, который показывает звук. Конечно, и смотрите, как же ребята у нас без Райдера. Вот у нас такая вот большая фигурка. Это маленькая. И наш Райдер. Сейчас мы его тоже заведем и поможем нашим щенкам тоже плыть. Плыть в нашем моде. Вот он плывет, плывет наш Райдер. Конечно, но еще мы подсоединим к нашим щенкам вот такую Эверест. Смотрите, вот у нас большая Эверест. А вот маленькая. Ой, какая милая. Она очень симпатичная. Да, и сейчас покажем, как она плавает. Тут у нас уже дождик пошел. Такой, смотрите, Эверест, кстати, очень классно плавает. Да, рекордсменка. Хотя ее предназначение находиться в горах. Ну, она же плавала. А вот и трекер, смотрите. Вы не ожидали, а у нас еще есть вот такие фигурки трекера. Да, трекер-плавун. Да, в джунглях это тоже нужно. Она очень любит закаляться. Она же всегда там. В джунглях это тоже нужно, конечно. Потому что преодолевать бурное течение реки Амазонки не каждый сможет. А трекер у нас в самый раз. А что это такая Амазонка? Амазонка это река в джунглях. Смотрите, у нас еще есть робопес, но, к сожалению, робопсу нельзя лезть в воду, иначе он сломается. Он же электронный пес. Да, у него там будет короткое замыкание, и он будет вот так, а-ба-ба, потом... Нет, 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 я сюда не полезу. Нет, нет. Но, знаете, ребята, в нашем озере еще не хватает капитана Палтуса. Эй, щенки, разрешите мне вместе с вами искупаться в подводной лодке. Садим капитана Палтуса в лодку, закрываем, ну и отдаем на погружение. Вон сколько бульбочек. А тут еще Скай у нас есть, такая же, как Зума. Она тоже может набирать воду и брызгаться. Она может поднимать большие резервуары с водой на небо. А папа сможет вот так вот. Так, а ну-ка, Скай, покажи, как ты умеешь брызгаться. Вот уже брызгает. Эй, Скай, смотри, есть еще у нас Рокки, и у него вот этот штука тоже. Да, выгружаюсь, выгружаюсь. Палтус выгружается. Да, и смотрите. Посмотрите, как он крепет. Конечно, покажи. И вот еще у нас есть и Зума. Подводный Зума. И с маски, конечно, и с такими турбинами, даже если что, можно поплывать в узких ущельях. Ну что, ребята, смотрите. Смотрите, у нас есть вот такой вот рейсер капитана Палтуса. И есть также очень много у нас маленьких рейсеров щенков на корабликах. А капитан Палтус сейчас, да, в следующий раз покажем. Капитан Палтус приплыл, и у него есть удочка, и он будет ловить, помогать животных. Там на дне животные. Вот он словил первого крабика. Чей крабик? А, это же Крепыша, это мой, мой крабик. Дайте мне желтого крабика, спасибо, спасибо. Да, Крепыш, но ты не из этого набора. Где Крепыш из этого набора? Ой, надо позвать. Крепыш, Крепыш, Крепыш. А вот я вижу. Вот я, вот я. Где мой крабик? Спасибушки, спасибушки, я пойду. Так, о, вижу вон какая-то звезда. Вон, синяя звезда, я ее достаю. О, синяя звезда, это мне нужна. Давайте мне синюю звезду, спасибо, спасибо, я тоже иду. А я нашел оранжевого крабика. Чей это оранжевый крабик? Это мой, мой оранжевый крабик, спасибо, спасибо, оранжевый. Ой, это и мой, я же тоже люблю оранжевый. Да, а мы тут в поисках еще, еще сокровища ищем. Ты там, Палтус, розовую звездочку, пожалуйста, достаньте для меня. Я пока нашел улиточку. Так, кому же улиточка принадлежит? Рокки, я, я, это моя улиточка, спасибо, спасибо. Так, розовая звездочка. Спасибо, это моя звезда. Мы благодарны тебе, Палтус. А кому я? А вот зеленая улиточка. Зеленая улиточка тоже, давайте мне, я заберу. Все улиточки Роккины. А вот она еще, это же... Звезда, морская звезда. Мне звезда подойдет, спасибо. Ой, я хочу кому-то, кому же мне идти. Так, а я, как же я мне... Субтитры сделал DimaTorzok.